В соцсетях российских предпринимателей вот такие видео из Танзании. В последнее время обычное дело. Страна одна из немногих открыта россиянам для отдыха. Но сегодня все говорят только о миллиардере Игоре Сосине, который умер на танзанийском курорте. Он заснул и не проснулся. И подозрение на инфаркт. Игорь был, конечно, уникальный человек. Человек-оркестр, такой доктор Ливсе. Всегда с улыбкой, всегда позитивный, всегда энергичный, такой харизматичный лидер. Игорь Сосин был крупным российским предпринимателем. Основателем сетей по продаже струематериалов и товаров для дома Оби и Старик Хатабыч. О широкой общественности стал известен после жуткого происшествия. Пять лет назад в Казани в отеле Корстон его сын Егор Сосин под воздействием наркотических веществ задушил собственную мать. Сейчас просто новая. У меня шок. Я не могу сейчас ни с кем общаться. Преступление попало на отельные камеры наблюдения, а сам душитель после расследований суда на принудительное психиатрическое лечение. После этого Игорь Сосин стал вести себя эксцентрично. Своему пасынку Вячеславу на день рождения заказывал выступление рэпера Гуфа в московском клубе Бункер 42. Он как клуб работает или что? Только с исполнителем не расплатился и даже вроде бы избил. Вы же сами говорили, что было два удара по лицу Гуфа. Ну, может и было. Но я говорю, что следов-то не было у него никаких на лице. И как бы сами-то удара я не видел. Купил машинописный оригинал романа «Завтрак у Тиффани» Трумэна Капотте, «Право на полет в космос» Леонардо Ди Каприо. А это он на аукционе в Каннах. Приобретает за 3,5 миллиона долларов вот эту коллекцию красных платьев для своей второй жены. Ведущая церемонии Шерон Стоун. В последнее время большую часть жизни он проводил не в России. С новой женой вел бракоразводный процесс. Игорю Сосину было всего 53 года. Повлиять могло то, что он, так же, как и я, одни из первых переболели ковидом. Вот, в достаточно тяжёлой форме. А поскольку заболевание такое ещё не изучено, я думаю, что это могло быть неким осложнением. Хоронить Сосина будут в России после того, как доставят тело на родину с экзотического танзанийского острова Занзибар. Продолжение следует...